Ирзурум, Ирзирум, Арзирум, старые названия, Карин, Карана, Каликола, Феодосиополь, Аэрдезейнрум, Арзин, город на северо-востоке Турции, на территории Западной Армении, административный центр одноименного Ила, 395 тысяч жителей, город расположен на высоком плато более 1900 метрами над уровнем моря, климат континентальный. История Ирзуром соответствует древнеармянскому городу Карин, имя которого греки переделали по-своему в Корана, был основан в начале Хайвивека до н.э. правителем государства Хаяса Карани. Византийский император Феодосий-2 укрепил его и дал ему имя Феодосиополь. В 502 году город временно находился во власти персов, точно так же и в конце Виаев, когда значительная часть его жителей была переселена в Хамадан. Город с раннего средневековья известен на весь восток как центр ковраделия в Армении. В 647 году арабы во главе с Хабибом завоевывают город, после чего последний селит в городе 2000 арабов, с которыми неоднократно вступали в борьбу греки, но вскоре после 1000 года город последними окончательно оставлен. В 1047 году лежавший по соседству древнеармянский город Ардезен был разрушен персами и жители его бежали в Карен, который с этого времени стал называться Ардезенрум, что означает Арден Рамев, и уже из этого имени с течением времени образовалась Эрзурум. В 1049 году преимущественно армянонаселенный город был взят отрядами турок, а население подверглось жестокой резне. Византийский хронист Иоанн Скилица сообщает, что при взятии Ардезенрума турками было вырезано 140 тысячами человек и, несмотря на то, что цифра эта явно завышенная, но в целом отражает тяжелые последствия от нашествия турок-сельджуков для местного армянского и греческого населения. В 1201 году Эрзуром попал в руки сельджуков, а в 1247 году достался монголам. Испанский историк 15 века во время путешествия в Самарканд побывав в городе говорил, в 1472 году он перешел под персидское владычество, а в 1522 году области этой овладели турки. Вследствие победы русских под начальством Паскевича над турками на Эрзуромской равнине Пашалык Эрзуром вместе с главным городом, оплотом Турции со стороны России и Персии, оказался во власти России, но по Адрианопольскому миру был возвращен султану. Во время этого похода Эрзуром посетил Пушкин, описавший поездку в своем путешествии в Эрзрум. В 1877 году Ахмед Мухтар Паша, разбитый в сражении на Аладжинских высотах, отступил за Сыган-Лукский хребет, преследуемый отрядом генерала Геймана, который 23 октября снова нанес поражение туркам у Деви Бойню. Последние быстро отступили в Эрзуром, попытка овладеть крепостью посредством нечаянного нападения Рван не удалась. Отряд Геймана расположился на зимних квартирах в окрестностях крепости. На основании заключенного в 1878 году мира Эрзуром занят был в феврале русскими войсками, но по берлинскому трактату возвращен Турции. В 1895 году в городе была организована резня армянского населения, в которой участвовали войска и турецкое население. Еще в начале 1800-х годов в Эрзуромском Вилаите насчитывалось 976 армянских деревень, в которых проживало более 400 тысяч армян. Однако, вследствие ряда погромов, организованных руководством Османской империи в 1821-1829-30, 1854-55, 1877-78, и особенно после резни 1895 года, численность армян сократилась до 203 тысяч человек. А большинство армянских сел полностью лишились своего населения и позже в них были расселены мусульмане. В 1915 году все оставшееся армянское население было разделено на пять караванов и депортировано в сторону Сирии. 17 июня первый караван депортированных армян был направлен в сторону Ерзенка и, не дойдя до Харберда, истреблен. Второй караван, ведомый под надзором 400 полицейских, подвергся в Баберде нападению тщетников, оставшиеся в живых погибли по дороге Камаха на РТБ КВР Масул. Третий караван, состоявший из трех тысяч человек, был вырезан, не дойдя до Камаха. Четвертый уничтожен в Ас-Ашкалой местности Камах-Багази в ущелье Ефрата. Угнанный из города 18 июля пятый каравану достался участи первых четырех. В августе 1915 года в Эрзруме оставалось всего 50 армян, часть которых в качестве квалифицированных мастеровых была оставлена для обслуживания нужд турецкой армии. В 1916 году во время Первой мировой войны городцы апреля 1916 года до лета 1917 года был занят российскими войсками Кавказского фронта. Летом 1916 года года здесь был создан комитет беженцев, который проделал большую работу по оказанию помощи и возвращению спасшихся от резней эрзрумцев в свои родные края. На средства состоятельных армян Москвы в Эрзруме начал действовать Московский армянский комитет, который основал больницу и сиротскую приют-школу. Функционировали также союз городов, союз братской помощи, приют-школа братьев Паксон и другие, назначенные в 1917 военном комиссарам Эрзрумака. Чакрян разместил в городе и селах сотни возвратившихся беженцев. В начале 1918 Эрзрумцы сформировали отряд самообороны из 500 человек. Были созданы также комитет военного союза и добровольческий комитет. 30 января 1918 года было провозглашено восстановление армянской государственности со столицей в Г. Эрзрум. В начале 1918 года турецкие войска, воспользовавшись развалом Кавказского фронта и нарушив русско-турецкое перемирие от 5 декабря 1917 года оккупировали город Эрзурм и две трети их Армении. Немногочисленные армянские добровольческие отряды, взяв на себя огонь, укрыли несколько тысяч мирного населения города, которые смогли благодаря этому спастись, отступив в Закавказье. 18 февраля 1918 года 25-тысячная турецкая армия Вахиб Паши вошла в Эрзурм, вырезав оставшееся в городе армянское население. В 1919-1920 годах Эрзурм стал одним из центров турецкого национального движения. В Эрзурме была созвана первая турецкая национальная ассамблея. С начала 21 века город развивается как центр зимних видов спорта. С 27 января по 6 февраля 2011 года в городе прошла 25 зимняя универсиада. Климат в Эрзурме. Горный климат с большими колебаниями суточной температуры. Высокое расположение над уровнем моря делает Эрзурм одним из самых холодных городов Турции. Достопримечательности до геноцида армян 1915-1923 годов в городе и его округе насчитывалось 65 армянских христианских церквей. Однако сегодня практически все они либо уничтожены, либо переделаны в мечети. Главной достопримечательностью города считается памятник Азизе Яныты, возведенный как символ героизма жителей Эрзурма во время русско-турецкой войны. В 5 километрах южнее Эрзурма расположен горнолыжный курорт Паландекин с самыми протяженными и крутыми в мире спусками. Среди исторических мест и центров отдыха озера Туртум с крутыми берегами и одноименный водопад. 220-метровый мост Чабандиди, возведенный в XIII веке сельджуками на реке Аракс. Крепости Пассинер и Олту. Геотермальный источник Оллы Джайдумлу. Водолечебница и минеральная вода Пассинлер. Источник Туртум. Крепость Эрзурм, Ашкали, Джинис, Пыртын, Хинес, Топракали, Каледжик, Испир, Олту, Авник, Бардис, Тортум, Акджа, Азорт, Унгюзель, Хасанкали, Иван, Церковь и город Катарус. Мечети. Великая мечеть Эрзурм и также известная как мечеть Атабеков. Мечеть Лала Мустафа Паша. 1562 год. Мечеть Мурат Паша. 1573 год. Мечеть Аляга. 1608 год. Мечеть Каферии. 1645 год. Мечеть Баяхани. 1566 год. Мечеть Норманлы. 1738 год. Мечеть Ибрагим Паша. 1748 год. Шейхская мечеть. 1720 год. Мечеть Дервиш Хаджи. 1718 год. Мечеть Дервиш Ага. 1718 год. Мечеть Первизоглу. 1716 год. Мечеть Джанидзади. 1786 год. Мечеть Февзи Шейх Улислам. 1700 год. Мечеть Аяс Паша. 1545 год. Мечеть Гюрджуми Эхмед Паша. 1648 год. Мечеть Касим Паша. 1667 год. Мечеть Исад Паша. 1853 год. Мечеть Кэмхан Паша. 1654 год. Мечеть Кёси Амирага. 1771 год. Мечеть Арслан Паша. 1664 год. Крепостная мечеть. Медресе Чифти Минарели Якутия. Известная также под именем Хатунии. Медресе Ахмеди. Куршунл. Первизоглу. Шейхлер Икадаглу. Мечети в крепостях Ирзурма и Испира. Минарет Сепси. Мечеть Илала Паши. Мурат Паши. Гюль Джукапысы. Баяхани. Джифери Икоршунл. Первизоглу. Дервиш Ага. Гюмрюк. Бакэр Джи. Норманлы. Ибрагим Паши. Шейхлер. Джинитзади. Тополучавуш. Чарши. Арслан Паши. Севаслы. Сулейман Ханай Бардеза. Усыпальницы. Имир Салтук. Каренлык. Гюмюшлю. Джиджимис Султан. Рабия Хатун. Мехдябас. Иврени. Сюэлюмесана. Сюэлюмес Баба. Мысри Зинун. Фирух Хатун. Гюльпери Хатун. Караван Сарай Ташхан. Постоялые дворы. Гюмрюк. Джинитзади. Камбуроглу и Гаджи Бекир. Бани Баяхани. Лала Паша. Кырк Чешми. Мурат Паша и Сарай. Мастыча Бандеди. Дервиш Ага и Кюпели. Ирзурумский музей археологии. Музей Конгресса в Ирзуруме. Известные уроженцы. Аван Несове Таранин. Армянский христианский миссионер. Маркос Вафиадис. Один из деятелей Коммунистической партии Греции. Генерал демократической армии. Грант Гамбарян. Армянский писатель погиб во время геноцида армян. Амангара. Деятель армянского национально-освободительного движения. Национальный герой Армении. Аршак Гафавян. Деятель армянского национально-освободительного движения. Джамаль Гюрсель. Турецкий военный и общественный деятель. Президент Турецкой республики. Аваким Качелазян – видный деятель армянского национально-освободительного движения «Аристакет» с власти версии «Армянский историк XI века». Аван Нёссерин Гюлян – депутат османского парламента Терзурума Нини Хатун. Турецкая национальная героиня – Гурген Яникян – армянский инженер, писатель, галерея.